всем привет пришла козочкам проверить фанту она у нас на второй день после окота не стала подпускать козлят к себе причину мы конечно же выявили она у нее мало что такой средне тяжелый окот был вот она еще и в имя у нее опухла как отек отекло отек был но это у всех козочек кто окатился но самое главное мы заметили что у нее правый сосок был такой знаете шуршавый вот ну и ей дискомфорт возможно болит ну болела часто я уже подлечила все хорошо с намазала крем для в имени для для того чтобы смягчать кожу в имени чтобы он смягчал поэтому в общем все обошлось и сейчас она козля своих воду вот один вот второй это у нас мышка это у нас алтай дал таша мышка мышка вот локаторы ты как свой настроил это а смотрите ну-ка подымай локаторы вот видите к мамке пошла и без проблем как бы мамка сейчас так не бегает как сумасшедшая вы мечка у нее мягкая хорошая вон сисюньки я вижу пустые уже дети ее же мальчишка с девчонкой подсосали все хорошо вот что я хочу сказать по поводу как лучше это вот по крайней мере в моем хозяйстве и у моих коз как лучше держать козлят сразу забирать их после окота и и самим выкармливать или вот так оставлять возле мамок вот они а те трое спрятались вон наелись видите привет эй эти власти эта девочка я все думаю как ее назвать там два мальчишки два мальчишки это вот игрушкины а девочка артина арти зави дочку арти зави дочку вот мне удобнее оставлять под мамками почему во первых они всегда когда хотят получить молока они подбегут к мамке если мамка допустим набрала там какое-то количество молока она никуда не уйдет но не трогать что ты его трогаешь вот она встанет и будет стоять и кормить потом поэтому это как бы уже проверено если молока мало то конечно она будет уже отходить от них но через какое-то время она сама вот как делает это игрушка я заметила вот она зовет их и мальчишки к ней подбегают ее сосуд так девочки я смотрю смотрите у нас коза по моему козла запросила слава богу она прям что-то вот это вот малышка прыгнула на пуджу ну-ка хвостиком повеляй нет а чё так сразу я тут обрадовался на козла запросил ну буду следить за ней сегодня весь день у нас сейчас обед катя вот и еще что в плане чего корм корм кормление да вот они во первых бегают нигде не их не как бы эти не зажимают вот как тут смотрите ромашечка они залезли сейчас козлята у неё под под кормушку и спят вот она тоже кормит все хорошо но козлятам видите уже места то мало им здесь не побрыгать не побегать ну вариантов нету пока так держим я думаю сейчас ромашку убрать сюда в стадо единство переживаю что девчонки смотрите что делать девчонки их ее начнут долбить потому что они ее давно уже не видели больше месяца ну посмотрим какая реакция будет еще что хочу сказать если козлят можно постепенно вот эти вот они сами ручные так вот спокойно встают и как бы без проблем и погладить можно да мышка мышка иди к братику это не твоя мамка вот видите она сразу чувствует и все она сразу их отпугнет она не кусает сильно не легает как говорится не кидает она отпугивает в том году позапрошлом году простите я пробовала убирала сразу козлят из-под мамок не оставляла как это делала первые годы вот и результат был качать конечно плачевный мало что козлята были слабей в росте меньше и поэтому так скажем меня это не устроило здесь они всегда знают дозировку когда получат свою знают что так скажем ему иммунитет у них крепенький от мамок они вот спокойно сейчас к сену переходят потом вот к травке перейдут почему так говорю потому что вот смотрите при я при я вот она козочка черно-белая при я смотрите какая лошадка она была и ее брат козлик сейчас он за стенкой с козлами находится они были под мамкой два месяца вместе ходили с первых дней у меня есть ролики с первых дней почти на поля постепенно они привыкали к траве заодно сразу и получали как говорится от матери молоко и была им иммунитет был у них очень крепкий никакого поноса у них не было ну что ты делаешь вкусно вкусно смотрите есть меня прям есть меня у хулиганка при я при я вот и она вот сейчас она крупнее во первых чем вот апрелевский вот эти апрелевский были убраны от мамашек в месяц потом проблемы стали сразу как получили немного травы сразу понос сразу слабая им слабый иммунитет и все и пошло лечение лечение еще раз лечение вот вот муха у меня допустим она тоже вообще меньше чем вот эти девчонки все девчонки это апрелевские это маевская а разница смотрите видите вот какая разница почему я и говорю я лучше оставлю под мамками буду следить за мамками и тогда уже будет все хорошо смотрю как бы слежу за выменим за их ним чтобы не раскусали не поцарапали так скажем ну и чтобы как вот с фантой коснулась да фантось с фантой коснулась что у нее сразу подсохла кожа на соске и она не давала козлятам кушать привет алташа смотрите алташкин ага к бабушке ломанулся она получила в тык да тебе в тык дала вот поэтому я в этом году буду держать козлят около двух месяцев под мамками ну посмотри буду закрывать конечно я уже говорила в предыдущем ролике что вот сюда я ромашку уберу козлят ее оставлю и этих козлят буду на ночь закрывать чтобы мамки отдыхали и когда надо допустим я еще и днем прикрою допустим на два-три часа чтобы козы и днем отдыхали от козлят и без проблем вот как бы это вот в моем хозяйстве а уже как бы решать уже вам стоит вам это делать не стоит это вам делать потому что реально в таких случаях вот для меня это очень удобно белочка у нас козла слава богу так и не просит сделала уколы вот этой укол вот этой укол так где ты у нас и вот эти укол вот они втроем и стоят пока вроде бы вот малышка прыгнула на пуджу но если прыгнула будем следить я надеюсь что она сегодня к вечеру запросит хорошо козла прям очень надеюсь а потому что очень обидно будет если она опять будет тянуть до такой степени что аж до следующей осени ждать вот в этом году ей уже второй год в ноябре год был пуджи этой козочки два года феврале но это у нас старушечка так скажем ну очень хорошая мамка в плане вот ее результат вот такие вот девчонки отличные вы неудобные все отлично и вот еще одна игрушечка игрушка девчонки между собой хватит драться в общем будем надеяться на лучшее смотрите что делает залез ты чё кормушку залез и жару дает я думаю кто меня кусает на власть ой какой он тяжелый то с аппетитом поел так скажем аппетит на ел это не твоя мамка вот видите они просто уходят от чужих козлят и без проблем своих козлят они знают они пускают мамку к мамке подошел а мамку бежал потому что они ее подсосали уже до вымечка ну так немножко есть принципе сейчас еще поддержу за ошейникой все и проблем никаких не будет тут мелочь вся тут хулиганы красиво лежите а там не по спине топчется ну давай еще на меня запрыгни вот эти пока немножко диковатые хотя я их ловлю я их на руках держу глажу ты совсем что ли прям представляете мне по спине на спину прыгает душеньку отводит а где сестренка твоя где сестренка не иди вот так вот придерживаю стой 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 вот придерживаю она вот нюхает смотрит что это ее козленок и все без проблем стоит до этого вот она как бы уже кормила их поэтому она ждет чтобы немножко набрала набралось молочко в имени и потом подпустит и будет кормить опять сейчас пока вот смотрите что делают хулиганки вот это первокотка была в том году два козла она приносила а это у нас еще ни разу даже не покрылась я очень хочу от нее козленка так как козел такого же цвета и уши длинные я очень козочку бы хотела я козочку сразу оставлю ну посмотрю конечно как мамка будет молока давать сколько какое бы имя будет какие сам сами сисюньки будут это все зависит от этого ты решил к девчонкам залезть но эти девчонки пока так стоят на продаже всем за за копейку надо вот все просят задарма уступить но я этого не буду делать я лучше ее их осенью покрою и просто продам или беременными или дойными в следующем году и все вот эта красотка вот видите такие пятна у нее это просто рыжая до коричневатая давай покажись а то показаться даже не хочешь мне вот еще при нравится но она дикая я ее не приручала в том году эти девчонки хоть на голову залезут да привет вот муха еще там лежит вон она муха муха вот она тоже ручная просто она лишний раз не выходит то что она мельче их и я так понимаю она боится вот эту прию при тут же как бы командовать время от времени сейчас мужу скажу что перекрыли вот перекрыл еще вот эту вот сторону потому что козлята растут козлятам уже третья неделя пошла вон они там под кормушка если присмотреться прячутся так девчонки а чего это вот эти так вот дерутся всегда вот прям друг на друга вот видите вот хорошо что я рядышком под ошейник зацепила могла бы сейчас придушить а это вот неугомонные такие что прям никак это пытается вроде бы типа что рогами а у нее рогов нет а это вот так девчат ну прекратите все ну буду закругляться в общем вот такие вот новости у нас вот такие хулигашки растут привет вот такие хулиганы растут им уже вторая тоже неделя пошла они 30 числа были рождены ну а тем еще больше тем уже две недели доходит кому уже дошло две недели кому доходит только две недели но я сейчас сниму на всякий случай ошейник потому что это две вот эти вот кобры между собой они никак ничего поладить не могут вот видите что делать смотрите вот за ошейникой зацепила но сейчас снимать буду ну а всем спасибо за просмотр ставим класс и всем пока пока коза короче так и прыгает на пуджу пуджа я вообще не понимаю неужели она на самом деле внутри гемафродит она везет ведет себя как козел понимаете если это прыгает а это он вон вон что делает видите это вообще это будет крах просто мало что с маленькой растила но придется ее убирать наверное ну всем пока пока